Труд-крут! В Бобруйске продолжают работу студенческие отряды. Это очень увлекательно. Чем занимаются активисты? Летальный исход. Несчастный случай унес жизнь 75-летнего мужчины. Скончался на месте происшествия. Что стало причиной трагедии? В поисках идеальной формы. Славянка радует покупателей новой школьной коллекции. Темно-синий главный цвет, черный, темно-серый. Во сколько обойдется стильный образ? От теории к практике. В школах Бобруйска продолжаются профилактические акции МЧС. Наши дети будут больше знать о правилах безопасности. О чем напоминают спасатели? А также предпринимательская деятельность, новый рекорд и преступные махинации. В Белоруссии участились случаи мошенничества с арендным жильем. Какими уловками пользуются аферисты? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко посетил Курган Славы. Глава государства проверил, как продвигается реконструкция мемориального комплекса. Расспросил о дальнейших планах и акцентировал. Важно не испортить первоначальный вид. Строительно-монтажные работы уже завершены на центральной лестнице и месте возложения цветов. Проведена модернизация фонтана, парковки, здания администрации, сети наружного освещения. Установлены мультимедийные экраны, пополнена экспозиция военной техники. Ежегодно мемориал посещают порядка 100 тысяч человек. Техническая неисправность. Несчастный случай лишил жизни пенсионера. В злополучный день 75-летний мужчина обрабатывал землю на своем дачном участке при помощи культиватора. Супруга пенсионера занималась домашними делами. На улицу женщина выбежала из-за нехарактерного звука. Перед глазами предстала страшная картина. Мужа прижало инструментом к ограждению. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, что культиватор имел технические неисправности. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Спрос на электроэнергию, пушистый конкурс и активная статистика. Каждый третий трудоспособный белорус в прошлом году был занят в предпринимательстве. Какие сферы предпочитают больше всего? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии преодолели экваторы, собрали более 6 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. Все ближе к финишу работа на полях с яровым ячменем и озимой рожью. Активно обмолачивают хлебные поля с пшеницей, а в сон третий кали зернобобовыми. Убирать качественное без потерь помогает современная техника. Строгое соблюдение технологии на всех этапах и жесткая дисциплина – вопрос государственной важности. Каждый третий трудоспособный белорус в прошлом году был занят в предпринимательстве. Больше всего трудится в сфере оказания услуг. Среднемесячная зарплата без малого – 2000 рублей. Сектор малого и среднего бизнеса формирует свыше четвертью ВВП, более треть инвестиций и налоговых поступлений, а также едва ли не половину экспорта товаров – порядка 46%. В Беларуси участились случаи мошенничества с арендным жильем. Проблема имеет сезонный характер. Спрос на квадратные метры в крупных городах растет к концу лета и осенью. Именно в это время квартиры ищут студенты и молодые специалисты. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо быть внимательными и читать все бумаги. Самое главное – не перечислять задаток до заключения договора. Строительство второй АЭС в стране позволит удовлетворить растущий спрос на электричество. Пока резерв энергетических мощностей в республике в достатке на ближайшие пятилетия. К слову, с момента запуска первого энергоблока было произведено 33,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что позволило сократить потребление природного газа на 9 миллиардов кубометров. В Беловежской пуще запустили конкурс. Все желающие могут придумать имена для новорожденных зубрят и волчат. Независимо от возраста, жители республики могут предложить для малышей прозвища, которые будут присвоены им и внесены во все научные документы. От участника принимается только один вариант. Победители будут награждены подарочными сертификатами. Информационная волна. На базе 35-й школы прошла профилактическая акция МЧС. Обучение детей правилам безопасности на воде – приоритетная задача сотрудников МЧС во время летних каникул. Спасатели не только напоминают актуальную информацию, но и на практике демонстрируют важность применения спасательного круга, жилета конца Александрова. Такие познавательные встречи проводятся в каждом учреждении образования, где есть бассейн. Важно знать с самых малых лет, как себя правильно вести у водоема, ведь большой летний период он не представляется без отдыха у воды. Мы надеемся, что благодаря нашим таким усилиям и обучающим занятиям наши дети будут больше знать о правилах безопасности, быть здоровее и счастливее. На улице для ребят демонстрация спасательной техники – водный сюрприз. Каждый желающий смог примерить роль спасателя и пополнить багаж знаний. Первые шаги в профессии. В Бобруйске продолжают работу студенческие отряды разной специализации. Для ребят это не только возможность заработка, но и приобретение опыта. К трудовым будням учащихся медицинского колледжа присоединился Роман Костюков. Семь студенческих отрядов трудятся в учреждениях здравоохранения Бобруйска. В больнице скорой медицинской помощи имени Марзона восемь бойцов проводят лето с пользой. С восьми до шестнадцати часов выполняют обязанности младшего медперсонала отделения терапевтического и хирургического профиля. Студенческий отряд работает в течение летних месяцев. Это дает возможность лицам, которые приходят для работы в студенческих отрядах, не только познакомиться с особенностями работы нашего учреждения, с особенностями оказания медицинской помощи в различных отделениях этого учреждения, но и сделать выбор. Выбор в пользу будущей профессии, выбор в пользу дела, которое станет их основным делом в их жизни. Я пошел в студотряд, потому что это очень увлекательно, это дает очень много перспектив и возможностей в будущем. Это также отражается в характеристике и очень интересно знакомиться с многими ребятами. Много есть возможностей путешествий по стране, много можно увидеть. Бесценный опыт будущие медики получают и в центральной больнице. Здесь юноши и девушки с полной самоотдачей работают в травматолого-ортопедическом и хирургическом отделениях. От опытных коллег получают важные советы, за ответственный подход к делу теплые хвалебные слова. Они трудолюбые, ответственные, с пониманием относятся к своей работе, доброжелательные, всегда придут на помощь медицинскому персоналу, пациентам, никогда ни в чем не отказывают. Наша работа заключается в помощи санитарам, уборщицам. Мы убираем палаты, помогаем пациентам, транспортируем пациентов на УЗИ, КТ, МРТ, тренинг и так далее. Когда ты общаешься с медицинским персоналом, набираешься у них опыта, смотришь, как они работают, дальше тебе это очень помогает. Всего в этом году закончили и продолжают работу 59 студотрядов. В планах трудоустроить порядка 850 человек. Около 600 молодых людей уже стали частью масштабного движения. Ребята и молодежь города очень активно хотят трудоустроиться и работать летом, потому что это в первую очередь получение их нового опыта, заработок, денег, получение нового общения. И, конечно же, это новые впечатления, эмоции, и это можно посмотреть, как работа производства выглядит внутри. Студенческие отряды равно насыщенная жизнь. Бобруйщане не только показывают любовь к труду, но и принимают активное участие в различных мероприятиях. Так, на третьем областном фестивале «Молодость в Бойцовке» городской штаб трудовых дел занял почетное третье место. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Молодцу, все к лицу. Славянка приглашает за покупками. Не за горами 1 сентября. Школьники и их родители обивают пороги магазина в поисках формы. На помощь приходит Славянка. Радует широким ассортиментом, качеством и актуальными трендами. Подобрать пиджак, брюки и жилет по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Фабрика уже отшила 70 тысяч единиц одежды. Выбор есть, цена приятно удивляет. Комплект из верха, низа и рубашки обойдется всего в 150 рублей. Конечно, традиционно очень большое производство у нас отдельно брюк для мальчиков и для девочек. Весь ассортимент, начиная от юбок, кончая куртками, можно приобрести, одеться школьникам с головы до ног. Такие нейтральные цвета, которые не мешают восприятию учебного процесса. Это темно-синий главный цвет, черный, темно-серый. Ну, где-то пробегает темный бордо еще. В тренде трикотаж, поливискозные костюмные ткани. Акцент на удобство и комфорт. Все материалы проверяются в лабораториях на соответствие стандартам качества. Такая школьная форма не только красивая картинка, но и гарант надежности. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!